Неформат с Михаилом Задорновым У нас есть несколько еще сообщений и видно, что люди внимательно слушают программу Неформат. Да, сегодня много разных интересных наблюдений нам присылают. Да, и сегодня приходят сообщения по поводу того, что сборная России по хоккею стала чемпионом мира в Минске 2014 года. Это произошло в прошлые выходные, я был на финале. Вопрос здесь заключается вот в чем. Люди пишут, Михаил Николаевич, вы предсказали. А я абсолютно точно это помню, когда мы сидели с вами, разговаривали. Вопрос был посвящен тому, что Зентуал Беглядинов ушел с поста главного тренера сборной России, стал знарок. Я тогда в полушутке спросил, а будет сборная России чемпионом? Вы сказали, да, мы выиграем золото. Это абсолютно точно было в эфире. К тому есть подтверждение записи, которые размещены в интернете на сайте радиостанции. Вы можете послушать и убедиться в этом. И сборная России стала чемпионом. Михаил Николаевич, теперь слово вам. Ну, во-первых, не только это предсказание сбылось. Как только наша во время Олимпиады очень плохо сыграла команда, с таким количеством профессионалов-миллионеров, мы выходили в эфир буквально через несколько дней. Ну, в пятницу закончилась Олимпиада в воскресенье. И в этой первой нашей после Олимпиады программе мы с вами разговаривали о Беллидинове. И я сказал, что это очень интеллигентный человек, что он очень тихий, спокойный, и что по характеру он не зажигалка. К нему можно относиться с уважением и должно это делать. Но и тогда впервые я, говорит, сказал, что нам нужен знарок. Потому что знарка не любили, например, латышские власти, которые распоряжаются спортом там в Латвии. Почему он? Он резкий, он правду говорит. Как он классно показал шведскому тренеру. Вы посмотрите, вот этот знак, горло болит, называется знак. Я теперь все время к уху горло носу прихожу и пока... Но он, конечно, он резко выражался по отношению к хоккеистам, которые не так, допустим, рьяно тренировались. И нельзя матюгами русскими покрывать латвийских хоккеистов. Его, в принципе, попросили удалиться. И здорово сделали. Отлично просто. Он приехал к нам. Динамо сразу заиграло правильно. Пружинка, зажигалка. И с ним приехал Латыш Виталинч. Очень интересно. Вообще они напоминают пару, которую я еще помню очень хорошо. Чернышев, Тарасов. Если, может, не все знают, но с Тарасов, о котором мы все сегодня знаем, и чьи портреты висят даже в музее хоккея в Канаде, как одного из основоположника современной игры в хоккей, но там есть и портрет Тарасова. Так вот, старшим тренером сборной СССР считался Чернышев, а не Тарасов. И Чернышев был стратегой. Вот сегодня Виталинч – это Чернышев, а Знарог – это Тарасов. Но только на современном уровне, в сегодняшних биоритмах исторических. И это очень здорово. Я же знаю Знарка по Риге. Что такое Знарог? Это реальный мужик. Ну, пацан, нехорошо говорить про него. Это мужчина, в лучшем смысле этого слова. Вот, например, драка. И там, знаете, обычно драчунами становились боксеры. Ни один боксер в подворотне не мог драться со Знарком. Он быстрее был. Драка – это другой вид спорта. Дворовая драка. И боксеры его обходили стороной. Конечно, он показал шведу и правильно показал. Вы посмотрите, вся грубость всегда в хоккей. От кого идет? От викингов. Не от шведов. Викинги когда-то и германцы были одним народом. Значит, кто грубил германцы? Шведы. От них заразились финны. Видимо, толерантным путем. Значит, теперь... Через траншею. Через... Которую выкопали траншею. Теперь, эти... Англые и саксы. Кто? Германцы, по-производству. У них одни боги. У германских народов не было богов любви. Это сейчас Меркель и Тони очень годятся с этим делом. И все равно воинствующая. Она как Фрея ведет себя. Жена Одина Одноглазого. И вот посмотрите. Саксы, англые, шведы. Все время от них вся гадость на площадке. Они первыми задирают наших. Самый дружный матч Беларуси-Россия. Ни одного тычка не было. Ну, так немножко вот потолкались. Но не было ни одной драки. Удаления были. Это естественно. Славяне мирные. Но никто не хочет вот это осознать толком. И то, что знарок им показал, это очень правильно. Потому что они задираются, а потом нас обвиняют во всем. И это символ того. Это символический. Вот хоккей сегодня показал символически, что творится в мире. Они нас задирают. Мы отвечаем. И мы все время виноваты. А мы поддаемся. А что делать? У нас накопится, накопится, как с хазарами было. Они несколько сот лет брали дань со всех славян. Потом славяне объединились. И что стало? Хазаров. Хазар нет больше. Нет такой национальности. Уничтожили. Все. Под корень. И кто сегодня нам рассказывает о том, что мы агрессивны? Те, кто говорят, что мы уничтожили хазары, мы агрессивны. Но хазары уводили наших женщин, полонили и убивали наших мужчин. То все сегодня в хоккее видно. Вот почему я так люблю хоккей. Называют ледовая дружина. А как дружина называлась в древнем мире? Русь. Поэтому очень точно. И два года уже или три прошло с тех пор, как мы, вот сидя в этой студии, с вами озвучили следующую мою призывалку. Прекратите на трибунах кричать «Оле-Оле». Вспомните шайбу-шайбу. Вспомните. Молодцы. Вспомнили. Родовая память сама сработала. И смотрите, какой мощный выброс энергии. Какая мощная поддержка сразу пошла, да? А, конечно, мне понравились очень Малкин и Овечкин. Они вот забросили, может, хотелось больше, но дело не в этом. Благодаря Овечкину он такой зажигалкой был. И, знаете, по-моему, он так не радовался никогда. Я помню их радость, когда победили канадцев, когда Ковальчук забил победный год в дополнительное время. Но в этот раз, и я знаком с Третьяком, я свидетельствую, что я лет 30 не видел такой радости у Третьяка. И вот этот момент был совершенно потрясающий, когда знарок вышел на поле. И вот весь зал взорвался в этот момент. То есть зал белорусско-русский поддержал жест знарка больное горло. Все сказали, ты прав, мужик. И еще мне было очень приятно, что столько раз звучал наш гимн. И в конце, когда в десятый раз он прозвучал, весь стадион пел со словами. Даже хоккеисты выучили слова за 10 раз. А не в первый раз, когда гимн звучал, они еще не знали слов. И камера так раз и проскользила мимо тех, кто не туда рот открывает. И мне, конечно, это отлично все, что это произошло. И еще больше меня... Знаете, я такой радости у наших людей не помню с момента, когда Гагарин полетел в космос. Ну это все, видимо, сложилось. Потому что сейчас ситуация такая, что наши хоккеисты просто не могли проиграть. И ведь радость-то была как раз от этого, что они выиграли, выиграли в финале у финнов. Из нарка отстранили, и все плохо. И несмотря на это, все равно наши паралимпийцы выиграют, как во сне Обамы. Вот точно это. И они не паралимпийцы, конечно, но в самых тяжелых условиях они выигрывают. И журналисты западные вообще не въехали, знаете, в какую тему. Это так славно. Они не поняли, как весь стадион может петь слова с гимном. Гимн со словами. Причем они еще не... Непонятка реальная, почему белорусы знают слова русского гимна. И у них это в западных газетах мелькало, что это... Это вообще они... У них это не формат, это наш с вами размер, это наша с вами энергия. В общем, я, конечно, поздравляю даже не хоккеистов, а нас всех, кроме либералов, которым даже это не нравится в нашей стране. Сейчас скажут, вы опять Путина любите. Да, я сказал, что бегемоты не размножаются, Путин виноват. Это значит, конечно, я люблю. Вот, я поздравляю и молодежь, особо поздравляю, знаете, с чем? С тем, что она была на трибунах. Многие молодые смотрели, и они испытали ту радость, которую испытывало не раз наше поколение, а для них это впервой. Без радости, без зарядки, без того, чтобы зарядили радостью в молодом возрасте, жить скучняк в дальнейшем. Произошло очень хорошее событие. Вы знаете, что шведы, об этом мало кто говорит, но прошло сообщение, шведы, шведская федерация хоккея подала протест. Это даже не протест, а заявление о том, что знарок нарушил условия дискомфортировки, дисквалификации, поскольку он выходил за пределы стадиона и там общался с Виталиншем. Ну, то есть они выходили за пределы Минск-арены, но это по условиям дисквалификации якобы нельзя было делать. То есть даже вот... И он не имел права выходить на поле после финального матча. И еще был один момент. Это не показали камеры, но я это видел. Долго призывали российскую команду, которая искренне праздновала, ехала круг почета, проезжала, да, с кубком. Призывали встать на красную линию. На английском языке. На английском языке, да, пожалуйста, встаньте на красную линию, чтобы закончить турнир. И финны развернулись и поехали в раздевалку. И диктор объявил, пожалуйста, финская команда, вернитесь. Человека три уже ушли. Вот я не видел, чтобы они вернулись. Это я не видел. Да, то есть они в итоге вернулись, и был турнир завершен. Вот такие ложечки, что ли, дегтя, но весь Минс гулял. И, конечно, было невероятное единение на стадионе. Это правда, что нашему поколению мало достается такой радости. И очень здорово, что у нас происходит вот такой подъем патриотизма. Тут хочется пожелать нашему президенту, потому что больше желать некому, только от него все зависят. Вы его обожаете. Я же его обожаю. Я вообще думаю, что у президента есть такой совет неофициальный, человека три-четыре, с которыми они все обсуждают. Потому что когда смотришь на членов нашего правительства, не веришь, что эти люди могут что-то обсуждать вообще. Там есть какой-то скрытый совет. И вот я бы посоветовал сейчас возродить систему подготовки молодых хоккеистов не хуже, чем в Америке. В Америке-то это налажено, все-таки надо учиться у Запада лучшему, что у них есть. И вот это я бы пожелал, потому что сегодня это возможно. Детям хочется заниматься спортом. Я бы вообще в ЕГЭ, я бы сейчас Ливанову, если бы он нас слушал, я бы пожелал ввести дополнительный балл за физподготовку. Вот сдаешь английский сочинение, ну, там, нужный предмет в университет, и отожмись, подтянись, перекувырнись, покажи, что ты способен с лишних баллов. Сколько раз подтянулся, столько лишних баллов на экзамене заработал. Надо и молодежи понравиться, хорошо себя чувствовать. Они будут стараться, поступить в институт, будут чем-то заниматься, тренироваться. И постепенно, а им захочется себя хорошо чувствовать, а значит, они будут более спортивными. Сейчас самый момент ловить улучшение самочувствия молодого поколения. Друзья, продолжаем программу «Неформат». Приходят сообщения, спасибо за стихи, Михаил Николаевич, пишут нам слушатели. Ну, это самое приятное. Самый приятный отзыв, который может быть? Несколько сообщений с нашего портала 8870, куда вы отправляете с мобильных свои смс-сообщения, и с сайта веселаярадио.ру из гостевой книги. Кафе на третьем этаже находится, внизу висит объявление. «Обеды от ста рублей. Готовим лучше, чем умеем». Марина Новосибирск прислала. Молодые гастарбайтеры, видимо, зазывают. Лучше, чем умеют готовят. Вот, отдам котят в хорошие руки, обращаться в мясное дело. В общем, мне честность этих людей нравится в объявлениях. Объявление на двери кафе. Извините, кафе временно работает. Ну и эти чесняк конят. Таня прислала. Таня прислала. А мусор... Опять Дмитрий Анатольевич? Дмитрий Анатольевич слушает внимательно программу. Внимательно. Вот поэтому и дела у него идут. Хорошо, что не только слушает, но и прислушивается. Мусор только для покупателей шаурмы. Ну, вряд ли это Дмитрий Анатольевич. Это на урне в магазине. Приклеена надпись. Но тоже выбрасывать мусор имеют право только покупатели шаурмы. Нет, мусор для покупателей шаурмы. Все просто. Мусор, покупатели... А мне еще пришлось... Прислали такой вопрос. Вот чем вы докажете... Вы про IQ... Ну, я коротко хочу сформулировать, поэтому я запинаться начал. Вы говорите про недоразвитость Обамы, про его низкий IQ. А чем вы это докажете? Ну, последним сообщением, когда Обама сказал, что они с Украиной будут развивать космическую общую программу. У меня вопрос к нему. Он знает, как сало в тюбиках можно будет есть космонавтам? Согласятся украинцы или нет? Вообще, я вам скажу про америкосов так. Вот насчет того, что они ввели IQ, это знаете, для чего делается? Чтобы окружающие не поняли сразу, что ты придурок. Потому что вот мне не надо... Представляете, я пришел в компанию, там девушка, она мне нравится. А я ее спрашиваю, у тебя какой IQ? Да я сразу вижу, дура. Да, потому что она достает айфон. Вот такой. Вот такой. У тебя длинное IQ или нет? Ну, зачем? Человек должен сам... Говорят, мне либералы говорят, посмотри, как американцы живут. А какое у меня возражение в этой ситуации нашим либералам? Американцы живут, как самые несчастные люди на свете. Почему? У них у каждого есть свой психолог. Почему не задумываются? Как вы думаете, вот этот бомж в Индии живет радостно, улыбается с утра, любит восход солнца. Вот ему нужен психолог. А нашему рыбаку нужен психолог на Байкале? Словил рыбу, пошел к психологу. Друзья мои, это несчастные люди. Причем они еще друг перед другом хвастаются. У меня такой психолог. А у тебя нет хорошего психолога? Когда всем нужны психологи, эта страна несчастна. В этой стране счастливы только психологи, которые разводят этих придурков. Причем психологи в Америке теперь стали ходить тоже к психологам, другим. То есть там целая лестница психологов существует. Как их можно назвать счастливыми? Они бытово устроены, живут, но это не значит, что они счастливы. Знаете, есть такая премия Дарвина. Это придумали в Америке. Ну, там же есть разумные люди. Во-первых, наших сколько молодых. И они придумали такую премию вот за идиотизм, за очень конструктив. А много мне присылают, кстати, в подтверждение моих выступлений 90-х годов. Мол, вы знаете, какие они тупые. Вот мне недавно женщина одна или девушка, не знаю, написала, что выхожу из дома, а нас живет, снимает англичанин там квартиру в доме, в подъезде. И лужа. А он мне говорит, почему никто не убирает, не чистит, клин, эту лужу. А она говорит, а я ваше выступление вспомнил. И говорю ему, а у нас они самоубираются. А он задумался, говорит, а у нас таких нанотехнологий не существует. А вот премия Дарвина. Астроном-любитель. Астроном. Казалось бы, ученый. В телескоп не мог рассмотреть звезды. Метеоритный дождь. В Америке действие происходит, уточняю. И понял, что мешает фонарь за окном. Он вышел с пилой и стал спиливать фонарь. И когда перепиливал провод, все. Распрощался с жизнью. Так и не увидел метеоритного дождя. Я думаю, в какой-то момент он его увидел, конечно. Когда искры посыпались. Когда искры посыпались. Вот. Премия Дарвина. Это он отмечен премией Дарвина. То есть, недоэволюция произошла. Вот. Это надо... Вот. Погасли фары. Драйвер. Водитель. Драйвер. Погасли фары. Перегорел предохранитель. Дело было ночью. Ехать в темноте было стрёмно. И водитель. Драйвер. Это я для крутых говорю. Джон. Иван по-русски. Пришла идея. У него был кольт-пистолет. Он вынул патрон. Посмотрел. Подходит к гнезду. И он вставил в гнездо предохранителя. И пока... Ну, замкнул. Но патрон нагрелся. Шандарахнул. И ему отстрелило его органы. Детородные. Он потерял управление. И машина врезалась в дерево. И оба пассажира погибли. Вот. Но он увидел свет в итоге. В конце тоннеля. Вот. Вот это метеоритный дождь будем. И премия метеоритного дождя. А эти два молодых американца решили удалить пчелиное гнездо. Подошли к нему. Взяли где-то лимонку. Выдернули чеку и ждали. Пока пчелы прилетят. Рвануло так. Что ни пчел. Но одного из них спасли. Положили. Готовы? Я не могу. Но дайте смеяться грешно. Приехала скорая помощь. Положила его. Значит. Но он еще жив. И три последние пчелы в живых прилетели. И его покусали. И он умер от удушья пчелиного яда. Это я вам рассказываю. Официальное сообщение о том, кто получил. Ну, речайшие придурки. Их даже невозможно тупыми называть. Ну, и, конечно, я не могу не рассказать вам про то, как в Латвии. Я вам рассказывал про натовцев. Что натовцу прислали 150 натовцев в Латвию, 200 в Литву, 300 в Эстонию. Я не знаю точно цифру. Для защиты от России. Ну, сейчас им не хватает в Литве даже пляж-то прибрать. Ну, я рассказывал, что они пьют, с бабами якшаются. И даже русские таксисты проломили трем натовцам головы. Причем это монтировка. А те монтировку не видели. У них в НАТО не проходят такой вид боя. Нет таких нанотехнологий. Ну, они вообще не знают, что такое. Они же колесо поменять не могут, натовцы, сами. У них есть специальный человек. Ездит с танком вместе, меняет гусеницу. Сами они не могут это сделать. Так, они разговорились с моими знакомыми, естественно, английским. В Латвии довольно много молодежи знает английский о сказках. Американских, английских и русских. Я не знаю, что с вами будет. Я не знаю, как говорит Галкин про Задорного. И вот наши, зачем они это сделали, рассказали американцам сказку про спящую красавицу. Те реально на паузу мозги встали у тех. Думали, думали и говорят, а сколько она была при смерти? Ну, тот поцеловал же ее. И она очнулась. А сколько при смерти? Те говорят, два года. Я не знаю, что с вами со всеми сейчас будет. Это пародия на Галкина, которая пародирует Задорного. Но! Америкосы всерьез спросили, как ее можно целовать? Она же два года не чистила зубы. Вот с этими людьми мы бодаемся, как Лермонтов сказал. И ненавидите вы нас за неформат мышления. Неформат. Мы продолжаем следить за самыми интересными и самыми важными новостями, которые пришли к нам на этой неделе. На этой неделе произошло знаковое событие, которое всколыхнуло информационные поля во всем мире. Событие это связано с датой, которая стала известна, а именно 1 января 2015 года, дата создания Евроазиатского экономического союза. Если помните, наши дорогие радиослушатели, в одной из предыдущих программ мы обсуждали с Михаилом Николаевичем как раз то, что воссоздание Советского Союза в его границах, которого так боится Европа и Соединенные Штаты Америки, и вообще вся прогрессивная либеральная мировая общественность, она возможна, по словам Михаила Николаевича, если я сейчас правильно цитирую оригинал, как раз в экономическом смысле. Именно в этом смысле это будет сильнее Советского Союза, потому что если политически восстанавливаться, то многие будут недовольны, а экономически больше людей будет довольны. Это сила, если экономически мы подружимся. Белоруссия, Казахстан и Россия объявили о создании этого единого экономического союза Евразийского. И сразу же пошла куча комментариев из-за рубежа, что пробоину в виде Украины им никогда не восполнить, что этот ребенок уже сразу мертворожден, потому что куда Россия без Европы и так далее и тому подобное. Как же они будут сейчас работать и что они будут делать с таким исполином, как Китай? Три слабые экономики объединяются. Вот такие примерно заголовки в западной прессе, которую я полистал перед нашей программой. От страха. Возможно. Они боятся. У них родовая память страха перед Советским Союзом. Советский Союз же не подхалимничал перед Европой. И что экономика была мощная. Быта не было. Социалки не было. А извините, армия была серьезной. Но при этом и в Европе нашлись люди, и в некоторых статьях, в частности во французской прессе, говорилось о том, что вот этот евроазиатский экономический союз, который создается сейчас, не в пример более перспективен, нежели европейский союз, который раздирают противоречия. Конечно. И в этой связи европейцы серьезно опасаются, в частности в этих статьях, что Китай может каким-то образом примкнуть и уже смотреть на этот евроазиатский союз, евразийский, точнее, союз, как на некую новую геополитическую формацию, с которой... А он уже примкнул. Уже те договоры, которые были подписаны при посещении... Сейчас меня обвинят в любви к Путину. Но он действительно проявил себя как хороший бизнесмен. Знаете, ему можно было аплодировать как бизнесмену. Вот представьте себе, что руководитель, а главный акционер какого-то банка поехал в Китай. Он сможет такие договора сделать? Никогда. Он будет думать больше о себе. Договоры, которые сейчас заключены с Китаем, они, конечно, замечательны с точки зрения экономики. Они выручают. Но надо ухо держать в острову. Китай считает Сибирь нашей территорией. Он может забрать Сибирь себе без войны. Он может построить заводы и зайти своими рабочими, если русские будут лениться. И это будет такая замечательная мирная оккупация совершенно. Но, тем не менее, с Китаем, конечно, хорошо получилось на сегодняшний день. Это так хорошо, что в западной прессе появились статьи, что все, что делается на Украине, это все придумано китайским КГБ. Что все это проект Китая. Они раньше писали, что это проект Путина. Пусть и Райт, мы с вами обсуждали. Кончита Вурст, это проект Путина. Оказывается, это Китай. И Кончита Вурст Китай придумал, чтобы разрушить мужскую силу Европы. Я думаю, что правильно Россия сейчас на какое-то время посмотрела в сторону Китая. И хуже всего будет Японии. Но она не знает, что ей хуже будет. Они со своими кнопками будут счастливы и все. Меня обнадеживает то, что сейчас... А Казахстан и Белоруссия... Ну, вы знаете, моя любовь к Белоруссии. Ну, это показал чемпионат мира. Когда Белоруссия болела не только за Россию, когда они играли в Белоруссии, но даже за Латвию болели. За мою родину, где я родился. Они говорили, как? Мы за наших болеем. Да это такие благожелательные люди белорусы. И Казахстан ближе всего к нам исторически, безусловно. И это очень мощный, сильный союз будет. И мне кажется, правильно бизнесмены Назарбаев, Лукашенко и Путин все разделили по задачам. Вот тут будет здание, отвечающее за одно направление работы в Москве. Это будет в Астане, а это будет в Белоруссии. Так, по-братски все поделили. И Украина, ну, Украина здесь не повлияет. Повлияет, но незначительно. Вот самой Украине, а саму Украину может только посочувствовать, что она не хочет в это. А войдет в союз, который начнет разваливаться. Исландия, Греция, часть Испании. И всю ночь все начнут отваливаться. Они же беднеют там. А скоро у немцев сил не хватит их содержать. А французы вообще никогда не работали. Испанцы не работали. Там одна работящая страна есть. Ну, еще англичане, но те в стороне так стоят от Европы. А кто, шведы, что работали? Да никогда уже. Это дом престарелых. Самое большое количество самоубийств в Швеции. Финны работают хорошо. Безусловно, финны, подмога немцам на сегодняшний день. Поляки, что, работают, что ли? А что, страны Балтии работают? В принципе, литовцы, латыши и трудяги. Но они все стали политиками. А там пытаются работать русские. А русские тоже не очень хотят работать. В общем, Евросоюз очень скоро кирдык наступит. Немцы взводят. Ну вот, слушатели наши не все успели первый час послушать программы. И просят буквально несколько слов по поводу ситуации на Украине. Давайте сделаем немножко так. То, о чем мы еще не говорили. Газовый контракт, почти 5, свыше 5,5 миллиардов по состоянию на начало июня Украина будет должна российской монополии «Газпром» за потребленный газ. С учетом предоплаты Яценюк, исполняющий обязанности премьер-министра, говорит о том, что встретимся в суде. Ультиматум истекает данные «Газпромом» Украине сегодня, когда 2 миллиарда долларов должны быть переведены на счета. Если этого не произойдет, то 3 июня в 10 часов утра будут сокращены радикальные поставки газа. Европа обеспокоена. Конечно, Европа очень обеспокоена. Потому что Европа понимает, что если Россия придет на предоплату с Украиной, то Украина перейдет на предворовство. Простите, я берегу вас. Расскажи, что дальше. Здесь, собственно, и вопрос в этом заключается. Вот насколько вот эта воинственная риторика по отношению к России, которая слышится со стороны Украины, мы уже обсуждали это не раз, что на Украине, в том числе и рядовые граждане, которые смотрят телеканалы, на данный момент считают Россию врагом номер один. Вот в этом-то и разгадка. Им надо подогревать ситуацию с главным врагом России. Потому что люди все равно жить там хорошо не будут. А кто враг? Россия. У них не допрет мозги, не допрут у большинства обывателей, что это их собственное правительство будет обворот, пилить бюджеты. Что им пообещала Америка? Говорят, миллиарды. Какие миллиарды? Вы посмотрите на бумаги. Америка пообещала им гарантии на миллиарды. Гарантии пообещала. И если им не хватит этих гарантий, сказали, мы еще вам пообещаем гарантии. Это пшик от бублика, даже не дырка. Единственный выход из ситуации для сегодняшних правителей Украины, это создать себе врага. И все беды страны списывать на него. Мне бы в этой ситуации казалось правильным России повести так, чтобы не дать возможности вот эти беды на нас списывать. Поумнее вести себя. Не задираться, а так раз и хитро поставить вопрос так, что мы вам помогать хотим, родные наши, любимые. А на самом деле, ну не можем. Вот как-то по-другому надо, как Горчаков с Бисмарком вел себя и в результате Крым отобрал, вернул России. И мне, например, не нравится заявление вот этой Донецкой республики. Мне неприятно было услышать, что они сообщили, мы перешли на российское законодательство. Ну почему? Ну что, это же подстава нас. Вы даете возможность всему миру обвинить Россию в бедах Украины сейчас. Это как-то не то, что не дипломатично. Вот знаете, пионеры играют, дети играют в шахматы. Их, они знают один ход вперед. Потом три, потом пять, потом двенадцать ходов вперед. Лучшие шахматисты мира могут просчитать комбинацию на пятнадцать ходов вперед. А гении могут прочувствовать комбинацию, а не просчитать. Вот наши, как начальная стадия игры в шахматы, когда один ход вперед. А ЦРУ считает лучше в этом смысле, в смысле шахмат. Чуйки у них нет. Но вы знаете, что ЦРУшникам запрещается давать советы. Законодательство американское им разрешает изучать всю ситуацию, но категорически нельзя давать советы правления. А там гораздо больше умных людей, чем их президент американский. Они ничего не могут сказать. И сейчас принимается закон, который опасен для России. Который позволит тем, кто анализирует ситуацию, давать советы правителям. О, какие я вам тут секреты выдаю. Не зря меня не пускают в Америку. Ну, а в Донецкой и Луганской республике. Кстати, Луганская республика на этой неделе заявила, ведь Петр Порошенко после того, как было подсчитано определенное количество бюллетеней, а сейчас их уже 100%, стало понятно, что он стал избранным президентом. Он заявил, что после инаугурации он собирается посетить восточные регионы. Руководство Луганской народной республики сообщило, что да, окей, пусть он приезжает с официальным дружественным визитом. Гостей мы всегда встретим. Вот как быть Россией в данной ситуации, эти республики, Донецкая республика, Луганская народная республика, ведь очевидно уже прямо сейчас, что того, что было раньше на Украине, когда была Украина единым государством, вряд ли будет сейчас. Потому что настолько далеко уже зашло вот это противостояние, что непонятно, куда двигаться. То есть это не шотландский референдум, который состоится в октябре, да? Ну да. А такая довольно серьезная история, и что делать с этими республиками, не очень понятно. Я бы, будучи Горчаковым, поехал в Венгрию и сказал, это же ваша часть Украины. И начал бы дипломатические, ну я не знаю, переговоры со многими странами, которые бы поставили Украину в серьезную ситуацию. Украина должна была бы подумать о своем народе в результате. А не о собственных прибылях. Есть еще, я бы сделал вот что. Ну, нельзя решить в один день такую проблему, которая накопилась за годы. Нам обязательно нужно открыть не юмор ФМ в Европе, а свою программу типа СНН, новостейную. Надо выделить большие деньги. Russia Today. Russia Today не работает, все знают, что это Russia. Russia никто не верит. Вы, вот Максима Забелина, меня. Вот давайте так, пошлите во Францию. Мы найдем там нормальных пацанов французских, зарегистрируем на них. Или в Англию. Всегда все предатели ездили в Англию. А в этой ситуации мы под них будем косить. Но о предательстве, конечно, здесь речи нет. Здесь надо сработать не нам с вами, а совершенно втихую. Надо открыть свой телевизионный канал. Надо свои блоги открыть. Но под именем шведов, норвежцев, финнов. И это все. Вы знаете, вот попробуйте где-нибудь в Англии выложить то, что творится в Донецке, но в блоге какого-нибудь английского журналиста. На самом деле это будет супер популярным. Но этого нет. А у них нету цензоров. Это возможно. Наши почему-то эти новые технологии не уважают. Это неправильно. Вот с чего надо начинать. Ведь я всегда говорил, летописи славяне не писали. И этим проигрывали все. Всегда. А потом переписывали западные летописи. И мы все время оказывались как отстойные какие-то в истории. Ну, вот не знаю как. Пришло время самим писать летописи. На Западе. На Западе. А сегодняшние летописи это типа Евроньюз, СНН, Раша Туды нет. И мне нет доверия. А, это пропаганда России. Надо у них, под их именами это делать. Чтобы не знали, что за этим стоит Задорнов и Забелев. И Путин. Мы берем его. Друзья, программа «Неформат» выходит на свою финишную прямую. У нас так много есть еще о чем вам сказать. Постараемся быть очень краткими. И для начала спасибо вам большое за то, что присылаете ваше сообщение на короткий номер 8870 с ваших мобильных телефонов. И в гостевую книгу на сайт веселаярадио.ру. Я позволю себе зачитать некоторые. Прием документов на размножение. Это в кабинете номер 212. Увидел такое объявление Павел из Москвы. В медицинском учреждении. Прием документов на размножение. А ведь не пишет, зашел или нет. Начал размножаться. Это может быть прием документов на ксерокс уже не модно писать. После того, как послушали программу Задорнова, надо писать по-русски. Это мне одна женщина написала, которая отвечает за ксерокс. К ней приходят, говорят, вы тут ксерите. Или один зашел и спросил у меня, вы ксерокс? И она говорит, я! И начала хохотать. Так, ну. Вывеска. Торт молочко любимой птички. Ой-ой-ой, как трогать. Оксана из Санкт-Петербурга прислала. Доить птиц это сильно. И мороженое с алкогольным вкусом называется добрый гаишник. Ну, это известно, да. Действительно. Ну что, друзья, еще несколько сообщений. В частности, вот одно из них пришло к нам из Перми. От Федора. Михаил Николаевич, мы все являемся участниками дорожного движения, пишет Федор. Но только водители думают, что они знают правила дорожного движения. Не пора ли в школах ПДД сделать обязательной дисциплиной? Это правильно. Надо было бы сделать, потому что все-таки должна быть грамотность на дорогах. Сегодня читать надо о дороге так же, как книжки. Надо уметь читать эти дороги. Многие этого делать не умеют. Более того, я бы еще рекомендовал вот какой предмет вести. О семье, о том, как строить семью. Ведь государство должно строиться на семье, а не на кремлевских стенах. И армия должна защищать государство, но и силы государства в семье. Семья от слова семя. Сё мя. Мя это мне. Это то, что главное нужно человеку. И сегодня вводятся предметы, в которых рассказывается о том, как сексом заниматься. Это неправильно. Семья и секс – это немножко разница. Секс – это поверхностное и безнравственное понимание отношений мужчины и женщины. Потому что секс – это случайная связь. А семья – это не случайная связь. И знаете, какое было в древности выражение у русских? В древнях люди строят города, а Бог строит деревни. И вот в деревнях самые крепкие семьи всегда были. Вы посмотрите на наших, моих любимых героев – либералов. Они все не признают крестьян. Они все их считают отстоем. Но именно земледельцы – самые нравственные люди на земле. Если не будет людей, живущих на земле, друзья мои, неоткуда будет взять порядочных людей. Бизнесмены родину защищать не будут. Банкиры в окопы не пойдут. Правда, окопов не будет со временем. Сегодня очень интересное направление есть. Молодые люди уезжают жить на земле, меняют фамилии, называют Ярославы, Святославы своих детей. Их еще не очень много, но они уже есть. Тех, кто любит свою родину. И они не изменяют своим женам, эти молодые люди. Я знаю несколько поселений таких. Они живут другой, более нравственной жизнью. Жизнью, которая дает энергия природы. Детям надо объяснить, что женщина и мужчина – счастье в семье и в любви, а не в мире потребления. А мир потребления – это инструмент для того, чтобы быть просто свободнее. Вот эти предметы надо было бы... Но у нас нет людей, которые бы это объясняли. И Министерство образования не может услышать то, что я говорю. Вот знаете почему? Потому что они занимаются сексом. А не семьей своей. И... А как глухим объяснить, что надо делать? Какую музыку слушать? Тем более во время секса. Как глухим объяснить? Пойдем заниматься сексом. Ну, бизнес-предложение. Окей. У меня есть обеденный перерыв. Я не ханжа. Я действительно так считаю. Не значит, что я всю жизнь так себя вел. Но если я сделал вывод, что я неправильно жил и сделал вовремя, пока еще не все здоровье потеряно, значит, я имею право это советовать. Ну что, у нас сейчас наша традиционная, насколько это возможно, в программе не формат, традиционная рубрика Блиц. Давайте послушаем звонки от наших слушателей, которые отобрали редакторы радиостанции Юмор-ФМ. Итак, лучшие. Доброй ночи. Вам звонит Игорь Николаевич из Южно-Сахалинска. Михаил Николаевич, вот хотелось бы узнать, насколько далеки вы сейчас от народа? Вот когда вы в последний раз, например, ездили в маршрутке или кушали в общественной столовой? Я в маршрутке не ездил в последний раз никогда. Нет, я ездил очень давно. Но меня туда не тянет, я вам честно скажу. А насчет общественной столовки, я в аэровидической столовой часто ем. Просто есть такие забегаловки, в которые меня не тянет, потому что я знаю, что там сегодня нет санэпидемстанции. И я уже не имею права рисковать остатком своей жизни. Вот так скажем. Но! Может, я даже ближе к народу, чем вы, дорогой спрашиватель. Почему? Да потому что я только что рассказывал о славянских поселениях. Так я бываю там. Я, бывает, приезжаю, ночую у них. И для меня это важнее, чем побывать в маршрутке. Маршрутка – это не народ. Маршрутка – это гастарбайтеры на сегодняшний день. Там по-русски-то не говорят. Поэтому так не надо. Правда, у вас на Сахалине, может быть, эта ситуация не такая. Но вот на Сахалине в маршрутке я очень давно не был. Алло. Вас решил побеспокоить начинающий певец и будущая звезда Сергея из Москвы. Михаил Николаевич, почему вы не переводите зарубежные песни и не смеетесь над их текстами? Спасибо. Сергей. Я думал, девушка звонит. Начинающий певец. Ну, так высоко петь не надо. Это слишком. Потому что иностранные песни, дорогой мой, я говорил еще в 1900, начальном 80-м, нет, 70-м году, что иностранные песни нам нравятся лишь потому, что мы не понимаем, о чем они поют. И когда я их начал переводить, я понял, что я не хочу знать, о чем они поют. Мне нравилась просто дрожь этих песен. Вот мелодия. У них, кстати, мелодии всегда часто хорошие встречаются. И чего-то там. Это как мантра. Ты не понимаешь, чего она так дрожит, каким смыслом слов. Так что музыку вообще понимать не обязательно. А современная попса, она разрушает мой мозг тем, что внедряется отрицательной информацией. Вот этими словами. Уж лучше бы они пели Абракадабру какую-нибудь. И это было бы лучше. Звучало бы. Есть же поэты, которые говорили, что Абракадабра имеет смысл. Когда дыр-быр-щул-гыл. Там, допустим. Вот то, что я сказал. Это известная казахская песня. Кстати, мне очень нравятся восточные песни. Потому что я тоже не понимаю, о чем. Но я понимаю, что они мудрые. И там очень витиватая музыка. Которая затрагивает разные такие оттенки душевные. Ну, они единственные, кто по четверть тонам-то... Вот в том-то и дело. А я же чувствую четверть тона. Да. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Вас беспокоит Максим из Тольятти. Михаил Николаевич, а есть ли в вашем списке политики, о которых вы никогда не шутите? Нет. Ну, кроме Путина, ладно. А, ну да. Про Путина я столько уже нашутил в своих концертах. Что у меня в последнее время что-то эти концерты даже боятся повторять. Были повторы. Ну, нет худа без добра. На РЕН-ТВ повторяли очень часто мои концерты. И я все говорил, говорил, прекращайте, прекращайте. Они не прекращали. Но тут произошли такие события, что они решили лучше задорного концерта не повторять. И я очень доволен. Добрый вечер, ведущие. Вам звонит Наталья из Магадана. Михаил Николаевич, что такое пятая колонна? И почему про нее так часто говорят в последнее время? Родная, как же объяснить? Что такое пятая колонна? Вот как, как, вот я не знаю, как тебе объяснить, что такое пятая колонна. Но это, ну вот, хорошо. Но вот представь себе. Во Франции во время. Да, ну вот представь себе, в Израиле очень много евреев, которые считают себя русскими. Это они у нас были евреи, а они туда уехали, стали русскими. И они обожают Россию. Но еще больше там украинцев. То есть тоже на Украине они были евреями, а уехали туда, стали украинцами. И вот войдут туда, не дай бог, что я сейчас скажу. Я чуть не сказал российские войска. А нет, нет, нет. Нежливые люди. Американцы войдут. Вот. Войдут американцы. А там наши русские. Это и есть пятая колонна, родная моя. То есть то, что мы заложили уже против американцев во многие страны. Вот удивительно. Это проект Путина был. Когда он еще родился, он сразу думал, заложу пятую колонну во все страны. Вот на Евровидении голосуют наши. Все время за наших. Большинство голосует всегда. Это пятая колонна. Это все, кого мы рассеяли по миру. Не просто так. Это задача есть специальная. А потом мы включаем ее, и она работать начинает. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Ольга. Я из Перми. Михаил Николаевич, как вы думаете, поставят ли вам памятник когда-нибудь? Ну и где, если поставят? Чего поставят? Памятник. Кому? Вам. Мне? Люди интересуются, где, в каком месте страны вам поставят памятник. А почему это интересует людей в Перми? Я там жил, называл... Место, где я жил, называлось Пермская обитель. И я... Я не знаю, родная, но мне некогда об этом думать, поставят мне памятник или нет. Стоит памятник моему отцу на берегу Амура, писателю Николаю Задорнову. И скульптор не знал моего отца, он был моложе моего возраста, и он решил его слепить с меня. И... Потому что мы очень похожи. Ему такой совет дали. И я долго сидел у него в мастерской, он лепил с меня. Так что памятник уже есть. И многие подходят, говорят, ой, смотрите, Задорнов, ну почему-то не Михаил. Кто такой? Ну вот, все. Наша передача подходит, я так понимаю, к концу. Я поеду куда? В семью. У меня, знаете, что хорошо в семье? Мы с женой умеем молчать в одном направлении. Вот не разговаривать. Я как-то... Вот женщины ведь, знаете, что самое... Знаете, почему я когда-то, очень давно, лет 90 назад, перестал быть бабником? Потому что женщины разговаривают. Это невозможно перенести. Не такая потенция, чтобы ради мгновения слушать то, что они говорят. Это, знаете, есть такой... Пришел одессит, говорит, попугая дай, который говорит на рынок. Тот говорит, тебе обязательно говорящего? Говорит, да. Послушайте, а у вас жена есть? Говорит, есть. Вам мало? Вам очень повезло. А у меня семья умеет молчать об одном и том же. Так что я поехал туда, наговорившись с вами, дорогие наши слушатели. Ну что, друзья, дай бог, чтобы у вас в семьях тоже были мир и согласие. Мы прощаемся с вами. Программа «Неформат». Всего вам доброго. Юмор и фан. Неформат. С Михаилом Задорновым.